всем привет продолжаем знакомиться с книгой стива макконнелла совершенный код и сегодня начнем главу 26 которая называется методики оптимизации кода ну и сразу же приступим оптимизация кода уже давно привлекает пристальное внимание программистов если вы решили повысить производительность и хотите сделать это на уровне кода то можете использовать целый ряд методик эта глава посвящена первую очередь повышению быстродействия но включает и несколько советов по сокращению объема кода производительность обычно охватывает и быстродействие и объем кода но при необходимости сокращения объема кода обычно лучше прибегнуть к перепроектированию классов и данных а не к оптимизации кода последнее подразумевает небольшие изменения а не изменение более круж крупномасштабных аспектов проектирования в этой главе вы почти не найдете методик настолько общих чтобы код примеров можно было бы копировать прямо в другие программы я просто хочу проиллюстрировать ряд видов оптимизации кода которые вы можете приспособить к своей ситуации виды оптимизации описываемые в этой главе могут показаться похожими на виды рефакторинга из предыдущей главы а точнее пред предыдущей однако помните что рефакторинг направлен на улучшение внутренней структуры программы то о чем мы будем говорить в этой главе возможно лучше назвать анти рефакторинга эти изменения ухудшают внутреннюю структуру программы ради повышения ее производительность это верно по определению если бы изменения не ухудшали внутреннюю структуру мы не считали бы их видами оптимизации мы использовали бы их по умолчанию и считали стандартными методиками кодирования некоторые авторы характеризируют методики оптимизации кода как практические правила или приводят данные говорящие о том что определенный вид оптимизации непременно обеспечит желательный результат однако как вы скоро увидите концепция практических правил плохо описывает оптимизацию кода. Единственным надежным практическим правилом является оценка результатов каждого вида оптимизации в конкретной среде. Так что в этой главе предоставлен каталог вещей, которые стоит попробовать. Многие из них в вашей среде пользы не принесут, но некоторые на самом деле окажутся очень эффективными. Итак, подглава 26.1. Логика. Многие задачи программирования связаны с манипулированием логикой программы. В этом разделе мы рассмотрим эффективное использование логических выражений. Итак, прекращение проверки сразу после получения результата или ответа. Внимание на экран. Допустим, у вас есть такое выражение. Как только вы определили, что x больше 5, вторую часть проверки выполнять не нужно. Некоторые языки поддерживают так называемую сокращенную оценку выражений, при которой компилятор генерирует код, автоматически прекращающий проверку сразу после получения ответа. Сокращенная оценка выполняется, например, для стандартных операторов C++ и условных операторов Java. Если ваш язык не поддерживает сокращенную оценку, избегайте операторов AND и OR, используя вместо них дополнительную логику. Для сокращенной оценки наш код следовало бы изменить так. Внимание на экран. Принцип прекращения проверки сразу после получения ответа уместен и в других случаях. В качестве примера можно привести цикл поиска. Если вы сканируете массив введенных чисел и вам нужно узнать, присутствует ли в этом массиве отрицательное значение. Вы могли бы проверять значение по очереди, устанавливая при обнаружении отрицательного числа флаг negative found. Вот как выглядел бы такой цикл поиска. Внимание на экран. В этом примере цикл продолжает выполняться даже после получения ответа. Лучше было бы прекращать просмотр массива сразу по обнаружении отрицательного значения. Любой из следующих советов привел бы к решению проблемы. Итак, первый совет. Включите в код оператор break после строки negative input found равно true. Второй совет. Если язык не поддерживает оператор break, имитируйте его при помощи оператора go to, передающего управление первой команде, расположенной после цикла. Третий совет. Измените цикл for на цикл while и проверяйте значение negative input found вместе с проверкой того, не превысил ли счетчик цикла значения count. И четвертый совет. Измените цикл for на цикл while, поместите сигнальное значение в первый элемент массива, расположенный после последнего исходного значения, а в условии цикла while, просто проверяйте не отрицательно ли значение. По завершению цикла узнайте, относится ли индекс обнаруженного отрицательного значения к исходному массиву или превышает на один индекс верхней границы массива. И сейчас, внимание на экран, вы можете увидеть результаты использования ключевого слова break в коде c++ и java. Время выполнения кода вы видите до оптимизации, время выполнения оптимизированного кода. И вкратце скажу о показателях по этой таблице и по следующим таблицам. Временные показатели указываются в секундах, а их сравнение имеет смысл только в пределах конкретных строк каждой из таблиц. Действительные показатели будут зависеть от компилятора, параметров компилятора и среды, в которой выполняется тестирование. Большинство результатов сравнительного тестирования, основанного на выполнении фрагментов кода, от нескольких тысяч до миллионов раз, что призвано устранить колебания результатов. Конкретные марки и версии компиляторов не указываются. Показатели производительности во многом зависят от марки и версии компилятора. Сравнение результатов тестирования фрагментов, написанных на разных языках, имеет смысл не всегда, поскольку компиляторы разных языков не всегда позволяют задать одинаковые параметры генерирования кода. Фрагменты, написанные на интерпретируемых языках, таких как PHP или Python, в большинстве случаев тестировались с использованием более чем в 100 раз меньшего числа тестов, чем фрагменты, написанные на других языках. Некоторые из показателей экономии времени не совсем точны из-за округления, времени выполнения кода до оптимизации и время выполнения оптимизированного кода. И так, идем дальше. Упорядочивание тестов по частоте. Упорядочивайте тесты так, чтобы самый быстрый и чаще всего оказывающийся истинным тест выполнялся первым. Нормальный случай следует обрабатывать первыми, а вероятность выполнения неэффективного кода должна быть низкой. Этот принцип относится к блокам case и цепочкам операторов if, then, else. И так, внимание на экран. Рассмотрим, например, оператор select case, обрабатывающий символы, вводимые с клавиатурой. Порядок обработки символов в этом фрагменте близок к порядку сортировки ASCII. Однако, блоки case во многом похожи на большой набор операторов if, then, else. Так что, если первым введенным символом будет A или A, данный фрагмент проверит, является ли символ математическим символом, числом, знаком пунктуации или пробелом, и только потом определит, что это алфавитно-цифровой символ. Зная примерную вероятность ввода тех или иных символов, вы можете разместить самые вероятные случаи первыми. И, внимание на экран. Это пример хорошо упорядоченного логического теста. Теперь наиболее вероятные символы обрабатываются первыми, что снижает общее число выводимых тестов. При типичной смеси вводимых символов, результаты этого вида оптимизации таковы. Смотрим на экран. Как мы видим, сравнивались три языка C-Sharp, Java и Visual Basic. И в случае с Visual Basic у нас 7% экономии времени. С Visual Basic все ясно, а вот результаты тестирования кода Java и C-Sharp довольно неожиданны. Очевидно, это объясняется способом структурирования операторов SwitchCase в языке C-Sharp и Java. Из-за необходимости перечисления всех значений по отдельности, а не в форме диапазонов, код C-Sharp и Java не выигрывает от этого вида оптимизации, в отличии от кода Visual Basic. Это доказывает, что никакой из видов оптимизации не следует применять слепо. Результаты во многом будут зависеть от реализации конкретных компиляторов. Вы могли бы предположить, что для аналогичного набора операторов if-then-else компилятор Visual Basic сгенерирует похожий код, но взгляните на результат. Внимание на экран. Тут мы видим совершенно иную картину. Те же тесты на Visual Basic теперь выполняются медленнее в 5 раз без оптимизации и в 4 в случае оптимизированного кода. Это говорит о том, что для блоков CASE и операторов if-then-else компилятор компилятор генерирует разный код. Результаты оптимизации операторов if-then-else более согласованы, но общая ситуация от этого не проясняется. Обе версии кода C Sharp и Visual Basic, основанного на блоках CASE, выполняются быстрее, чем обе версии кода, написанного CASE на основе if-then-else, тогда как в случае Java все наоборот. Это различие результатов наводит на мысль о третьем виде оптимизации, который описан дальше. Сравнение быстродействия похожих структур логики. Описанное выше тестирование можно выполнить для блоков CASE и для операторов if-then-else. В зависимости от среды, любой из подходов может оказаться более выгодным или нет. Ниже, точнее вот сейчас смотрите на экран, вот вы видите данные из двух предыдущих таблиц, составленные в форме облегчающей сравнение быстродействия оптимизированного кода, написанного с применением обеих подходов. Эти результаты не имеют логического объяснения. В одном из языков CASE гораздо лучше, чем if-then-else, а в другом наоборот. В третьем языке различие относительно невелико. Можно было бы предположить, что из-за похожего синтаксиса CASE в C-Sharp и Java результаты тестирования этих языков также будут похожими, но на самом деле имеет место обратное. Замена сложных выражений на обращение к таблице. Иногда просмотр таблицы может оказаться более быстрым, чем выполнение сложной логической цепи. Суть сложной цепи обычно сводится к категоризации чего-то и выполнении того или иного действия, основанного на конкретной категории. Смотрим на экран. Допустим, вы хотите присвоить чему-то номер категории на основе принадлежности этого, чего-то, группам A, B и C. И вот сейчас вы можете посмотреть пример сложной логической цепи. То есть то, как эта задача решается при помощи сложной логической цепи. Ну и как вы видите, здесь есть блоки if, then, else, if, then, else и так далее. Довольно сложный код в плане том, что его сложно быстро прочитать и понять. Вместо этого теста вы можете использовать более модифицируемый и быстродействующий подход, основанный на просмотре табличных данных. Внимание на экран. И вот пример использования таблицы вместо сложной логики. Определение таблицы понять нелегко. Поэтому используйте любые комментарии, способные этому помочь. Как вы видите, здесь есть комментарии, которые немного проясняют, для чего она нужна или какая ячейка чему соответствует. Определение этой таблицы кажется запутанным. Но если она хорошо документирована, читать ее будет не труднее, чем код в сложной логической цепи. Кроме того, изменить таблицу будет гораздо легче, чем более раннюю логику. Внимание на экран. Вот результаты сравнения быстродействия обеих подходов. И, как мы видим, здесь сравнивается язык C++ и Visual Basic. Но на Visual Basic экономия времени лучше. 50%. Отложенные вычисления. Один из моих бывших соседей любил все откладывать на потом. В оправдании своей лени он говорил, что многое из того, что люди порываются сделать, делать просто не нужно. Если подождать достаточно долго, утверждал он, неважные дела канут в лету, и он не будет тратить на них свое время. Методика отложенных вычислений основана на принципе моего соседа. Программа делает что-то, только когда это действительно нужно. Отложенное вычисление похоже на стратегию решения задач по требованию, при которой работа выполняется максимально близко к тому месту, где нужны ее результаты. Допустим, ваша программа работает с таблицей из 5000 значений. Полностью генерируя ее при запуске, и затем обращаясь к ней по мере выполнения. Если программа использует только небольшую часть элементов таблицы, возможно есть смысл вычислять их по мере надобности, а не все сразу. После вычисления элемента его можно сохранить на будущее. Это называется кеширование. Ну, а на сегодня все. Эта подглава закончилась. Новую подглаву начнем в новом видео. По тому, что будут очень длинные видео. Поэтому всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем и все такое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok